Девушки отдыхают 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 мне есть страх что никому не нужен но не страх то что мне не будет родителей каким образом страх то что мне я могу быть кем-то не нужен очень долго оставляли меня одного я помню просто большую тетю и какого-то бородатого мужика потом выяснилось что это я думаю что это папа вот но это оказал оказался крестный отец моего старшего брата вот у меня их трое братьев они все тоже приемные вот у меня почему-то мама решила быть нашим воспитателем всех всех детей что мне больше всего удивило она она больше молчала то есть она смотрела на меня я потом выясняется была история такая был мальчик тоже с инвалидностью но он как не кучить то есть у него прям вот хуже чем у меня вот тоже четырехкратная ампутация вот но не по колено выше меня задела эта история и почему именно меня взяли ну тут тоже была это я по-моему не нечестная такая игра слов то что этот мальчик не выживет ну -ка у которого больше а я живой я живчик долгое время думал что они сожалеет ли мама потом она на что-то надеялась какие-то перспективы то что я оправдаю ожидания но с последствием ты растешь и не оправдываешь ожидания я везде искал приключения мама ты не знал что со мной будет тяжелее чем с тем который будет лежать люди бывают только такими какие они себя воспитывают потом становятся теми кем и должны становиться меня обижали в школе ну и наверное как и всех обижали и один раз был такой случай когда мне сделали очень больно я значит ответил обидчику и сломал ему копчик везде значит в стен газетах там русские инвалиды московский комсомолец сразу такое инвалид заступил он сам за себя заступился там это это а это прям очень плохая репутация для школы я значит на красную дорожку типа саша как так можно так далее с тех пор я перестал ну и вообще не дрался но меня запомнили как человек который способен защищаться мама мне запрещала практически все потому что она боялась что я поранюсь я упаду мне еще ноги там протезы вот две ноги поэтому на коленях особо не побегаешь но я умудрялся залазить на деревья я умудрялся залазить на крышу и потом мама меня снимала потому что бедность с лестницей саша кто тебя туда засунул все и мне казалось что у меня постоянно ругали за то что мне было интересно мне было интересно как это там видно с крыши мне было интересно как прыгнуть с крыши в снег моя мама вообще меня сначала кормила одевала и меня это сильно раздражало то мало спрашивает саша почему ты не даешь помогать тебе туда у тебя же не получается там ну она же рассказывает что у меня там все корком неправильно одеваюсь и так далее мама меня ругает естественно за то что я сопротивляюсь и не даю людям мне же помогать со мной не особо щучокались в детском доме а тут началась ты как гипер и забота гипер опека и вообще не понимал что происходит а еще тебе когда просят еще чтобы тебя любили и ты думаешь как-то не знаю насильственно что ли получается ты вроде и любишь но не можешь выразить это никакими такими словами и ты не знаешь куда с этим деваться как как это работает почему тебя осуждать что ты не убираешься почему тебе говорят что ты ничего не заработал жить и все дают те не предлагают заработать те не предлагают научиться там чистить зубы те не предлагаю там научиться одеваться тебя просто за это это делают и при этом за это же ругают те естественно ты не понимаешь за что мне она другая нужна была любовь мне нужна была женская любовь. А у меня мама, она мужественная. Она была за отца, за дедушку, за всех мужчин. Она старалась во мне воспитать мужчину, но женщина не воспитает мужчину. У меня мама внутри нежная, она очень романтичная, написала стихи, она пела, она очень музыкальный человек. Но из-за безысходности, давайте так назовем, у нее не было выбора, и она стала жесткой такой, исходя из обстоятельств ее жизни. Я ее прекрасно понимаю, но в детстве мне это было не понять. Я не хотел, я не хотел этого понимать. Меня ограничивали, а я из-за характера, чтобы доказать своей маме, что я намного способен. Я хотел доказать, что я буду самостоятельным, я хочу быть самостоятельным. Мне нравится быть самостоятельным. Я просто нарушал стереотип людей, которые строили для меня баррикады, чтобы я не упал, чтобы не поранился. Мама, я вырос, конечно, это методичка для мам особенных детей в основном. Там советы. Я делюсь такими моментами, которые мне не хватали в моей жизни. Любви, заботы, ласки. Мама всегда у меня говорила такую вещь, что Саша, мир жестокий, и ты ничем не лучше, а может даже хуже остальных. И это меня и мотивировало, и порождало какую-то ненависть одновременно. Потому что я не чувствовал любви ко мне, хотя заботы было выше крыши. Я задумался над тем, как же я встречу маму, но произошло чудо. Она сама меня нашла. Вот. Но я до сих пор ее не называю мамой. Дело в том, что я называю мамой ту, которая меня воспитала. И я не хочу предавать то, те истины, которые я приобрел. Я долгое время закапывал в себе любовь к определенному человеку. И я не мог отпустить. Мне сложно было пережить те моменты, которые меня окружали. И вот это опять же безысходность. То, что человека нету, проявлять любовь некому, а она осталась внутри, в сердце. Мы привыкли брать, никогда не отдавать. А любовь – это всегда отдавать. И никогда не брать. Быть инвалидом не так страшно. Страшно не быть инвалидом, но при этом не быть человеком. Мне кто-то спросил, он говорит, ты бы хотел быть здоровым человеком? Я говорю, нужно еще заслужить нормальную инвалидность. То есть надо быть человеком с большой буквы прежде всего. А потом уже мечтать о что-то высоком или невысоком, здоровом, нездоровом. Если ты человек с большой буквы, то тебе не важно, что у тебя – инвалидность, неинвалидность, богатый ты, бедный. Ты живешь своей жизнью, тебя устраивает. Если тебя что-то не устраивает, ты достигаешь, делаешь так, чтобы устроило. Инвалидность – это не порог. Я считаю, что инвалидность, да, она от Бога. Ну как от Бога? Все, что не происходит, все к лучшему. Богом всем все дано. Он просто дает путь для приобретения чего-то, каких-то навыков, которые, допустим, в нас заложены. А у нас у всех абсолютно одинаковые качества, наборы функций. У нас есть руки, ноги, голова. Соответственно, мы можем этим пользоваться. Я пользуюсь руками, ногами. Так же, как и вы пользуетесь руками, ногами. Просто мои функции, немножко по-другому. Обычному человеку это не понять. Мне когда дали руки, там, эти протезы, ой, красивый, такой красавчик просто. У меня такие прям здоровые лапень. Но я даже взять стакан не могу. Вот настолько сложно. Мне оно надо? У меня телефон висит, я фокус показываю. А тут у меня тут ограничения дают, чтобы я визуально казался для других. Будьте для себя, прежде всего. А кому-то что-то показать, доказать вы сможете, если у вас хватит силы, духа и мозгов. Если о фобии говорить, допустим, я боюсь глубину. Но я плаваю 6 километров на открытой воде. Как я это перебариваю? Когда я начинаю любить свое дело, у меня преграды прекращаются. Я очень боюсь высоты. Кель-Леманжаро, пожалуйста. Прыжки с парашюта. 20 прыжков с парашюта. Третье место по прыжкам с парашюта по России. Я знаю, что это такое стирать ноги в кровь. Первые протезы были ужасными. Но так или иначе, опять же, входил в горы Кель-Леманжаро. Там мы стирали не только ноги, но и руки в кровь. Потому что было настолько тяжело, что мы просто вот так вот ползли. Почему именно горы? Я, естественно, решил себе доказать, что я могу больше. Ну, вот таким образом я покорил трижды горы. Да, были разные сопротивления, особенно когда мы стирали. Я ломал два раза, ломал протезы. Рвались носки. Мы доходили на коленях уже до самой вершины. Температура резко поднималась, опускалась. У нас в руках вода могла замерзнуть прямо в руках. То есть мы поднимались, у нас была ледяная вода. Когда солнце поднималось, ультрафиолет, он таял прямо на руках. Были страшнейшие просто ожоги. Прежде всего для себя я доказал, что я могу больше. И для меня не предел протезы и какие-то ограничения. Я никогда не задумывался над тем, где находить силы, какую-то мотивацию. Потому что я всегда старался заниматься тем, что я люблю. Мир, он разнообразен. Он и не жестокий, и не прекрасен. Он прекрасен в моих глазах только. Красота в глазах видящего. Вот как должно быть. То, что ты видишь, то и являются твои истинные правды. Я вижу добрых людей, я не вижу плохих людей. Наш проект называется «Обернитесь». Люди обернулись. И что бы вы хотели, чтобы они увидели? Человек. Мне хочется, чтобы люди увидели искренне человека, несмотря ни на что. Мне нужно, чтобы меня принимали и воспринимали таким, какой я есть. А всем угодить невозможно. И оно и ни к чему. Обернитесь, чтобы улыбнуться. Обернитесь, потому что ждут. Обернитесь, потому что вас любят. Обернитесь, потому что вы кому-то нужны.